Всем привет! Это Таня Матань на канале Позитивных Идей. И сегодня я буду рассказывать про свою стиральную машинку LG Через много-много лет эксплуатации. Вот здесь вы увидите видео кусочек. Когда-то давно я её купила и сняла первый свой видеообзор. Очень неумелый, но он был настолько искренний, что он многим понравился. И многие благодаря этому обзору купили ему тогда стиральную машинку, именно эту LG. Потому что я всё про неё рассказала и как-то мало обзоров было. И вообще машинка с сушкой была удивительна. Просто многие узнали от меня, что она бывает. Это видео до сих пор в открытом доступе на моём влоговом канале Эх Лайф. И благодаря вот этой стиральной машинке и тому видео я стала делать больше и больше обзоров. Но прошло очень много времени. Ко мне накопились вопросы за всё это время. И лучший обзор, наверное, это тот обзор, который со временем делается. А не только в момент покупки. Потому что в момент покупки это всё эмоции. О, как хорошо, что я там тогда купила. Ну, да, я была очень эмоциональна. Ну и сейчас тоже я по-прежнему ах-ох. И очень довольна, что я её купила. И сегодня вот все вопросы за всё это время, за все те года, которые выложено было, то видео. Я основные вопросы накопила. И буду сейчас на них отвечать в этом обзоре этой стиральной машинки. Сколько лет она у меня уже... И первый раз, когда я включила сушку, достала вот эти вот вещи, которые практически сухие. И половину не нужно было гладить. Для меня это был восторг. Но сушкой всё-таки я пользовалась нечасто. Почему? Потому что у меня квартира моя находится в таком месте, где есть уличная сушка. То есть у меня есть возможность бельё сушить на улице. Это огромное преимущество. И даже имея такую возможность, я всё равно сушку использую. И использую это, начиная активно осенью. Дождей начинается, отопление ещё не включили, у меня всегда сушка. Зимой, не успевая большие объёмы стирать, у меня сушка. Я очень жалею, что когда у меня были дети маленькие, у меня стирка была один-два раза в день, много стирки, у меня не было сушки, сколько бы проблем мне сняло. И прежде всего, во-первых, мне лишний раз не развешивать бельё. Развешивать бельё занимает очень много времени. И вот этот процесс, это только кажется, что ну что там, просто. Нет, не просто, на всём нужно время. Я бы вообще не гладила, у меня сократилось бы время ещё и на глажку. Но поздно она у меня появилась. Во-первых, я не знала. Узнала только, когда стала уже покупать и выбирать, что есть машинки с сушками. И к тому моменту, когда я покупала эту машинку, был маленький выбор. Сейчас выбора намного больше. Возможно, функции разные и так далее. Но будем про эту рассказывать. То есть, действительно, это удобно. И действительно, я ей часто пользуюсь. Вопрос, есть ли у неё запах резины, когда она сушит. Дело в том, что вот когда самое начало эксплуатации у меня было, был острый запах машинный, вы понимаете, такой машины, и был запах резины. Вот сейчас то ли я привыкла, то ли меня это не напрягает. Я не чувствую какого-то запаха в момент сушки. Не обращаю вообще на это внимания. Первое и второе, у нас всё время сушка запускается ночью. Может быть, поэтому? Не знаю. То есть, вот такого категоричного запаха, но все мы люди разные, чувствительные и по-разному. То есть, мой ответ особого запаха напряжного нет. Следующий вопрос, который часто ко мне задают, это по функциям. Дело в том, что я не знаю, почему LG так распределил, но здесь, например, нет такой функции, как цветная стирка, синтетика и так далее. То есть, ну вот у меня предыдущая машинка была, и у друзей моих, у родных моих разной машинки чаще всего вот именно такие названия. Здесь другое название. Я в основном пользуюсь повседневной стиркой. И это то же самое, что стирка, когда вы используете, ну вот для цветной стирки, для синтетики, вот для такой вот ежедневной одежды. То есть, ну то же самое, абсолютно просто она по-другому называется. Но вот у них какая-то другая логика. Вот включайте на повседневную стирку. И в зависимости от того, сколько весит бельём, он сейчас прокрутит и покажет нам время. То есть, время стирки зависит от того, вот видите, час двадцать девять. От того, сколько у вас... Для цветной стирки я использую. Очень часто использую интенсивно, это 60. У меня, например, у родителей машинка, у них цветная стирка и идёт цикл 90 минут. Ну, то же самое, ну 60, конечно, это не 90, чуть поменьше. Но, в принципе, бельё у меня... Мы каждый день меняем, там, допустим, вот футболочки и одежду, не занашиваем. И поэтому быстренько за час простирнуть я часто пользуюсь. Детская одежда, вот одежда малыша, я пользовалась только когда дети были маленькие. Потому что действительно более интенсивно как-то она стирает совсем по-другому. И вот какие-то сильные, вот знаете, вот то, что вы руками простирали, она, в принципе, хорошо отстирывает. Спортивная одежда, это синтетику можно стирать, это одежда с мембраной, я стираю на спортивной одежде. Шерсть была для меня очень удивительна, потому что здесь шерсть стирается 30 минут. Это очень мало. Иногда я шерсть пропускаю два раза. У меня до этого машинка, она долго вымачивалась с шерстью, то есть она как бы замочит, полчаса почти ничего не делала, как бы, ну, чуть-чуть поворочит, не стирала, как бы, вот именно был какой-то процесс замочки. Здесь, ну, как деликатно, то есть шелковые какие-то вещи, да, я понимаю, как деликатная стирка. Вот шерсть вот такой цикл, и поэтому я считаю, что шерсть здесь не очень хороший вариант, ну, не знаю, может, это самое внушение, но я очень часто два раза простирываю просто на этом режиме. Так, хлопок почти никогда не стираю, тоже постельное белье я не запускаю для таких сильных загрязнений. В основном хлопок эко, он быстрее, то же самое, те же нагрузки, просто он как бы быстрее цикл, за счет этого идет экономия. Вот по основным моментам, вот я сказала, что по основным функциям сушку, я в основном все равно используюсь стандартной сушкой, для глажки, бережно, эко-сушка, все это я пробовала, когда только запускала машинку, и, в принципе, на одном режиме так и осталось. То есть, вот, не было у меня таких вот необходимостей. Опять же, я говорю, что практически все постельное белье я высушиваю на улице. И если у вас, вам нужно постельное белье именно сушить, то лучше для глажки использовать, потому что бязь и любые, и вообще любое постельное белье, оно сильно заминается при сушке, и вы его потом не прогладите нормально, то есть, оно вот, будут вот такие вот прям сильные зажимы после сушки стандартной. Поэтому в этих режимах есть смысл для тех, у кого вот нет альтернативной сушки на улице, как у меня. Я на улице посушила, свежее белье занесла, немножко могу его досушить, у меня в течение дня оно быстро высыхает, как бы, подгадываю я специально стирку под хорошие деньки, стирку постельного белья, поэтому с этим вопросов у меня практически нет. Сколько часов проходит сушка? Еще часто бывает вопрос, потому что почему-то рассуждают, что сушка это что-то по-быстрому. Это не быстро сушка. Она, конечно, вам облегчает процесс сушки, но сушка делает не быстрое, где-то 3 часа, не меньше. Это зависит от того, насколько загружаете вы машинку. И еще один момент, когда вы сушите, то загрузка при сушке вот 3 килограмма, а белья 6 килограмм. И поэтому бывает так, что я загружаю, жду цикл, когда полностью пройдет, выгружаю, рассортировываю белье, откладываю отдельно то, что я не буду сушить, потому что не все белье можно сушить. Надо смотреть на ярлычки. И закидываю все остальное в сушку. А если вы хотите, чтобы она автоматически запустилась, потому что можно запустить сушку автоматически, ну то есть, чтобы после стирки сразу сушка началась, то тогда вам нужно сразу загрузить в машиночку все по ярлычкам. И вы знаете, это еще не такая простая задача, запомнить, какие вы вещи можете сушить, какие не можете. Потому что очень часто ярлычки отрезаются, но они, знаете, натирают в боках, если или вот здесь, где-то они прикреплены все время и на такой толстенный, ну на таком плотном материале, который все время тебя раздражает. Поэтому либо тип ткани, либо просто запоминать, какие вещи сушить нельзя. У меня, кстати, эта машинка побывала на канале НТВ. И ко мне приезжали, они специально искали, сравнивали машинки с сушкой. И у меня был сюжет, в котором моя вот эта машиночка там участвовала. Еще один вопрос, который мне часто задают, это сколько она тратит электричества. Вот все время, пока она сушит, вот сколько в паспорте заявлено, столько она и ест в это время. Она ест много, потому что все ТЭНы в это время включены. Иначе, и доставки этой машинки в том, что у нее не очень удачная защита для детей. То есть, когда вы начинаете кнопочки нажимать и выставляете... ...защиту. Видите, все, поставили защиту. А теперь попробуем. Ну вот, кажется, что вот вы поставили защиту, что все, ничего не срабатывает. А теперь вот нажимаем на эту кнопочку. И все. Защита ваша никакая не работает. Включили, опять защита работает, видите. Ну, если выключить ребенок, может на раз-два. То есть, блокируются только все кнопочки. А кнопка выключения не блокируется. Пауза. Видите? И все. И все. И выключим. Вот эти две кнопочки на детском вот этой, на защите вот на этой, не работают. Ну, давайте снимем. Долгое нажатие. Все, сняли. Ну, и стирка, как видите, запускаться должна теперь заново. Многие об этом, как бы, писали, что защита для детей немножко, логика, как бы, ну, нелогичная, я считаю. Но у меня ребенок, в принципе, когда я купила эту машинку, уже не баловался. Ничего здесь не крутил, не вертел. И был уже взрослый. У меня этой проблемы не было. Я с ребенком просто, он уже был в таком возрасте, что я с ним запускала стирку сама. То есть, все запустила, теперь нажми на эту кнопочку. То есть, я не пошла по ходу запрета, а по ходу просто совместной деятельности. Мы с тобой делаем. Вот так вот, нажми, покрути, вот сюда поставь. Все, нажал. Теперь ждем, не трогаем. И это техника, ее нельзя беспокоить, пока мы трогаем. И как-то у меня все эти вопросы были решены. Хотя, ну, маленький он еще был, но вот как-то все это на меня обошлось. Никаких неприятностей не было. Ну, я вообще всегда считаю, что дети разумные, им все можно объяснить. Просто нужно заранее все объяснить и рассказать. И следующие моменты, это про чистку, про мойку. Я делала несколько видео. Внизу просто ссылочку оставлю, чтобы уж не про уход машинки. Я бы не рассказывала, потому что я внутри ее и мыла, и чистила. И последний раз у меня была серьезная поломка. Какой-то металлический предмет, он вот неудачно как-то разместился, что он порвал мне вот в нижней части вот эту вот прокладку. Я вынуждена была ее менять. И столкнулась с каким вопросом? Столкнулась с тем, что для, ну, когда покупаешь, об этом не задумываешься. То есть, если у вас произойдет такая поломка, то замена прокладки будет намного дороже, чем у простой машинки. Из-за того, что эта машинка должна выдерживать более серьезные нагрузки, из-за сушки, из-за температурного воздействия. У нее более качественная, более жесткая, другого состава вот эта вот прокладка. И она стоит в три раза дороже, чем все остальные. И у меня ремонт, когда обошелся, я уже такая стояла, думала, ну, вроде стиральная машинка сейчас в три раза дороже, чем я сейчас за ремонт заплачу. И все-таки я за ремонт заплатила. То есть, вот, берегите, берегите ее, если будет вот такая неприятная поломка, то, знаете, как-то не очень приятно относить какие-то деньги. Про шум. Вообще, один из критериев, почему я купила эту машинку, LG тоже был, это шум. Вернее, его отсутствие. Она очень бесшумная. И я, вот, в самом магазине, мало кто включает машинки. Их невозможно, их между собой сравнить. Поэтому ты можешь сравнить только, когда к друзьям кому-то пришел, там послушал, там послушал. И у меня у друзей была LG-шка. И я, мы сидим, а у них кухня такая, кухня-столовая большая. И у нее идет стирка. И только в момент отжима, то есть, мы сидели час, опа, и начала отжимать. Причем, тихо так отжимать. Я говорю, а что, у тебя стирка запущена? Она, да, вообще не было слышно машинки. И в момент того, когда она отжимает, она, конечно, работает громче. И я первое время, когда купила эту машинку, у меня было такое ощущение, что я смогла машинку включить. Я забегала, смотрю, нет, она работает. При этом, вы видите, у меня нету двери в комнату. То есть, ну вот, на кухне мы сделали такой вот сквозной проход. И я нахожусь в других комнатах, я вообще не слышу. При этом у меня до этого машинка была. Лежишь иногда, запустишь, и так машинка начала работать. И вот это вот гудешь. Дети спят, и ты хочешь заснуть, а у тебя вот эта вот, значит, работа мотора. Поэтому она очень бесшумная. Вот что я хотела рассказать, что через много лет никаких у меня вопросов не было ни к насосу, ни к подшипникам, ни к деталям, ни к чему. Вот была механическая вот эта вот поломка, которая я... Ой-ой-ой, как я за неё переживала. Мы чистим фильтры там внизу, но это достаточно для всех машинок. Мы её периодически, я делаю её профилактику. Я за ней слежу, постоянно после каждой стирки промываю. Всё, что я хотела рассказать про мою стиральную машинку, надеюсь, мой обзор был полезен. Если у вас есть ко мне вопросы, то задавайте. Я, конечно, отвечу уже на оставшиеся вопросы в комментариях. Обязательно оставлю ссылочку на моё первое видео. Там тоже есть какая-то информация, которая будет вам полезна. И на видео с этих каналов про то, как я ухаживаю за машинкой. Ну, вот про все вот эти вот нюансы, которые необходимы во время эксплуатации для того, чтобы машинка служила долго. Как видите, у меня служит долго, без поломок, потому что я её люблю, берегу. И, конечно, ой, сейчас потрогала. Ещё один недостаток вспомнила. Это вот эта панелька. Но я не знаю, как это избежать. Дело в том, что она очень сильно выступает вперёд и блестяще. Ну, то, что выступает вперёд, ладно уж. Видите, у меня машинка встроенная. За счёт того, что она небольшого размера, видите, я её могу под столешницу разместить. Она хорошо помещается, если с неё снять вот эту верхнюю часть. И то, что она выступает, я уже смирилась, ничего страшного. Но вот какая-то вот такая конструкция. То, что она вот эта вот блестящая часть, я устала, её чуть тронешь, нужно натирать, чуть тронешь, нужно натирать. Но бывает, я с этим смирилась, и это такой маленький недостаток, с которым можно жить, а остальное всё, если тебя устраивает. Всем пока, это Таня Матанем на канале Позитивный. Субтитры сделал DimaTorzok